Вот мы провязываем последние два выпуклые, снова и вогнутые, простите, столбики. Один и второй. И делаем накид. И вот хорошо видно наше уплотнение от передней и задней стеночки. Мы их захватываем. Можно даже, если удобнее, будет растянуть немножко, чтобы вам было удобнее. Одна, вторая. Захватили и провязали обычный столбик с одним накидом. Повторюсь. Если в прошлом шарфиз нуде я вязала два выпуклых, два вогнутых, потом я чередовала над вогнутыми столбиками, я вязала выпуклые, над выпуклыми я вязала вогнутые. То есть в шахматном порядке. Здесь мы будем провязывать только рядами вогнутые и выпуклые столбики. Давайте с вами повторим еще нашу невидимую петлю подъема. Вытянули рабочую нить на высоту одного столбика, подвели крючок. Захватили рабочую нить, подвели на крючке две петли. Провязали одну петлю на крючке, две петли, провязали две петли вместе. Вот эти вот наши стеночки, вот наше уплотнение, вот они и являются... Мы сюда вкалываемся и провязываем обычный столбик. Вот видите, в нашем вязании нету незаметно наших трех петель подъема, потому что мы с вами делаем невидимый столбик. И снова повторяем наше вязание. Над выпуклыми мы провязываем выпуклыми столбиками, над вогнутыми мы провязываем вогнутыми столбиками. Так мы провязываем нашу шарф-снут. Если у нас размер головы, например, 56 см, значит нам нужно провязать, если вы вяжете ребенку, значит нужно провязать это 112 см. Можно еще 2-3 см провязать на то, чтобы шарф заворачивать хорошо, то есть где-то до 115-120 см провязывайте, если вы хотите, чтобы он был по горлышку. Если хотите, чтобы он был более длинный, значит провязывайте более длинным. Вот так мы провязываем на длину нашего полотна. Продолжение следует...